Всем привет, друзья! Меня зовут Павел, и сегодня мы поговорим о том, что ожидает российскую школу в самое ближайшее время. Ничего хорошего. Шутка. Наверное. За основу своих рассуждений я возьму интервью министра просвещения Сергея Кравцова, которое он дал Владимиру Познеру. В общем, ничего нового. Выдохните. Обычная школа на месте. Интернет ее не заменит. ЕГЭ на месте. А вот в вопросах воспитания и патриотизма изменения наметились. Вообще, даже если отойти от темы образования, к школе мы вернемся, можно заметить, что многие формулировки очередного закона проекта или указа, на первый взгляд, достаточно часто выглядят максимально положительно. Правда, только на первый. И если ты достаточно далек от темы, все эти красивые слова, а-ля поддержка, забота, развитие, по идее, должны вселять позитив. Но когда ты варишься в той отрасли, которую наконец-то решили поднять с колен, передаю привет медицине, зачастую становится понятно, что все эти милые люди вообще слабо представляют, что в реальности происходит. Или представляют, но сознательно игнорируют. Тут даже не знаешь, что хуже. В соответствии с законом образование это воспитание и обучение. Так сложилось, что до этого за воспитание в соответствии с нормативными документами отвечала семья. Новым законопроектом президент возвращает важнейшую функцию школы. Воспитательную. В образовательной организации. В соответствии с этим законом в каждой школе будут разработаны воспитательные программы занятости школьников. Я уверен, что это повысит патриотизм и гражданственность. Школа будет заниматься воспитанием. По идее, надо радоваться. Воспитание же это хорошо. Воспитанных людей всегда не хватает. Безусловно. Только вот если какая-нибудь Таня в этих словах слышит... Школа наконец-то займется детьми. Вернется к своим прямым обязанностям. То человек, работающий в школе, как минимум удивится. Все эти планы воспитательной работы, которые у меня до сих пор хранятся на балконе. Не спрашивайте зачем. Я их типа для себя писал? Классные часы, беседы, поездки, разнообразные обязательные мероприятия. Подчеркну слово обязательные. Да, я знаю, что у вашего ребенка ничего не проводят. Искренне сочувствую вам и вашему ребенку. Уверяю вас, если и до этого ваши учителя ничего не делали, скорее всего и после этого выступления мало что изменится. Позитив. Нет. Что по факту добавится в эту воспитательную работу в какой-нибудь деревенской школе, я, честно говоря, даже предположить не могу. Более того, мне кажется, что изменится разве что количество бумажек. Потому что теперь наверняка нужно будет отчитаться. Воспитали вы Сереженьку или нет? Вы, конечно же, напишите, что воспитали. Что? У него есть родители? Но теперь вы за него отвечаете. Нет, естественно, отвечают родители. Но спрашивать будут именно с вас. Повторю. Воспитательная работа в нормальной, нормальной школе и так всегда велась. Но когда кто-то начинает за что-то отвечать, создается впечатление, что просто пытаются найти крайнего. И его найдут. Я уже миллион раз повторял, что позиция главная роди неизбежно приведет к серьезным проблемам. Качество просто не будет поспевать за количеством. Обвинять в косяках воспитание родителей нам не с руки. Нам нужны новые налогоплательщики. Родил одного, думай о втором. Заводим тройню! Как мне кажется, государству просто необходим общественный институт, который будет выполнять роль козла отпущения. Каким образом Марья Ивановна будет воспитывать Сереженьку, если достаточно часто все, что она говорит, идет в разрез тем, что видит ребенок дома? Не знаю. Вот когда слова и поступки родителей и учителей звучат в унисон, на что-то можно рассчитывать. А надеяться, что по факту чужая тетя буквально перевернет сознание? Не знаю. Для того, чтобы кого-нибудь воспитывать, этот самый мастер-фломастер, как минимум, должен пользоваться уважением. Про уважение и почетное место педагогов в нашем обществе стоит говорить? Нет. Но зато теперь, когда Сереженька сотворит очередную неведомую миру фигню, всем будет понятно, кого обвинять. Хорошо, устроились. Учитель может помогать в воспитании. И наша школа по факту и является учебно-воспитательным институтом. Но рассчитывать на то, что в первый класс пришла осинка, а из одиннадцатого вышла апельсинка? Не знаю. Ведь у нас тут воспитательная работа. К чему я, собственно говоря, веду? Я отлично помню ситуацию, когда классного руководителя одиннадцатого класса заставили писать огромное сочинение на тему «Как я допустила беременность своей ученицы». Ну, она явно принимала непосредственное участие в этом процессе. И при всем при этом в тот момент школа у нас вроде как не отвечала за воспитание. И вот мне просто интересно, что же будет теперь, когда это самое воспитание будет прямой обязанностью школы. Классному руководителю можно будет сразу же писать заявление по собственному желанию или сначала по всем инстанциям педагогу протащит. Боюсь, что теперь риторический вопрос «Почему ваш ученик курит?» перестанет быть риторическим. Ведь это ваша вина. Вы явно недоработали. И не беда, что у Сереженьки курит папа, мама, дедушка, бабушка, старший брат. Явно вы не смогли до Сереженьки достучаться. Ну, вы же воспитанием теперь занимаетесь. Повторю для самых понятливых. Я не считаю, что школа не должна заниматься воспитательной работой. Я просто опасаюсь, что теперь любой косяк ученика будет виной учителя. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании человпатриотизма у детей, а также уважении к подвигам героев Отечества. В случае принятия документа патриотическое направление станет частью образовательных программ школ с 1 сентября 2021 года. В воспитанию у детей чувства патриотизма планируют сделать частью образовательных программ, которые с этой целью включат рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. В разработке этих программ в случае принятия законопроекта смогут принимать участие Советы учеников и родителей. У меня был отдельный ролик о патриотизме в школе, и скажу честно, меня расстраивает тот факт, что многие мысли, озвученные в том видео, становятся нашей реальностью. Я искренне не могу понять святую веру некоторых товарищей в силу ничем не подкрепленного слова. Вот скажет Павел Викторович, что мы впереди планеты всей, и дети тут же поверят. Ну да, поверят, если они в первом классе, и если никогда не были в интернете, ну и если у них родители не российский средний класс. 17 тысяч, говорите? Или это просто железобетонная уверенность, что народ настолько тупой? Ну, учитывая, какие ролики снимают в поддержку поправок в конституцию, и все, что не скажешь дуболому Сереженьке. Да, Петя сегодня взял отгул. В этом видео Сергей за всех отдувается. Он примет за чистую монету. Промыть мозги человеку по факту не так уж и сложно. Мне или не знать? Мои вон давно промыты. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Но нужно учитывать специфику своей аудитории, и то, что работает на бабушек у телевизора, скорее вызовет исключительно отторжение у их внуков. Безусловно, школьники должны знать и помнить о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. И на тех же уроках литературы каждый год, кроме 10 класса, мы изучаем произведения о войне. Это так, заметочка на полях. Но рассчитывать, что патриотизм... И тут важно понимать, что вполне возможно, ваше понимание патриотизма идет в разрез с официальным. Начнет свисти и пахнуть только из-за великого прошлого? Немного странно. Да, я восхищаюсь героизмом советского народа. Искренне. Я не могу даже представить, через какой ужас пришлось пройти людям. Именно поэтому наклейки «Можем повторить» вызывают у меня не самые позитивные эмоции. Но как это соотносится с нашей сегодняшней жизнью? Кроме великого прошлого, подростки чем должны гордиться? Не знаю. Очень интересно, какие конкретные изменения внесут в образовательные программы. Потому что, повторю, школа и так рассказывает школьнику и о Великой Отечественной войне, и о других страницах нашей истории. При этом это не только уроки литературы и истории, но и классные часы, беседы, разнообразные мероприятия, всевозможные конкурсы. И да, историю в школах изучают не седьмого класса. Достаточно странно, что министр просвещения этого не знает. Но я вполне могу допустить тот факт, что недостаточный патриотизм молодежи некоторые связывают именно с недоработкой школы. Детям, наверное, просто не говорят, что страну нужно любить. Уверяю, говорят. При этом некоторые учителя в таких красках все расписывают, что даже государственное телевидение позавидует. Только вот это так не работает. Ну, во всяком случае, на современных подростков. Школьник и вне стен школы должен видеть подтверждение величия державы. А то слова-то, конечно, красивые. Только вот школьный туалет по факту все еще дырк в полу. Обидненько. Согласно исследованию социально-экономические индикаторы бедности, 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. Ничего. Вот воспитательный план поменяем, и тут же патриотизм появится. Но, возможно, эта инициатива выльется не в показуху и говорильню, а интересные кружки, мероприятия и экскурсии. Остается только верить. Дети отлично считывают формализм. И воспитание одними словами вызывает либо скрытую ненависть, либо открытое несогласие. Более того, перед началом патриотического воспитания очень важно ответить на один вопрос. Если гражданин той или иной страны, никакой конкретики, не согласен с политиками, находящимися у власти, он все еще может быть патриотом, а оппозиционер может любить родину? Хороший вопрос! А то иногда патриотизм с покорностью и... Да, господин министр! Путают. Мне очень понравился ответ Кравцова на вопрос Познера. Должна ли современная школа поощрять самостоятельность мышления, сомнения, инакомыслия? Да! Умение мыслить, работать в команде, бережно относиться к близким, к природе. Должна ли современная школа поощрять самостоятельность мышления, сомнения, инакомыслия? Бережно относиться к близким, к природе? Очень важно! Из других интересных высказываний можно отметить, во время дистанционного обучения учебный процесс не прерывался ни на миг. Тут же вспоминаются школьники на вышке сотовой связи, пытающиеся поймать интернет, чтобы отправить домашнее задание любимому учителю. Не прерывалось и замечательно. Советую посмотреть мой ролик о дистанционке. Вам зайдет. А если вам зашло это видео, то обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарий. Большое спасибо каждому, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже в моем новом видео в следующий понедельник в 17.00 по Москве. Всем хорошего дня и до встречи!